Соревнования воспитанников довузовских образовательных организаций «Открытые кадетские игры» учреждены в 2018 году решением Министра обороны Российской Федерации, Героя России, Генерала армии Сергея Кужигетовича Шойгу. В этом году «Открытые кадетские игры» стали международными. В борьбу вступили команды из Армении и Белоруссии. Давая старт соревнованиям, статс-секретарь, заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков призвал участников ставить перед собой новые цели и успешно достигать их. Министр обороны Российской Федерации отметил, что эти состязания имеют цель помочь вам раскрыть свои таланты и сделать первые шаги успеха. Пожелал всем участникам состязаний закалять характер, учиться принимать нестандартные решения, ставить перед собой новые цели и успешно достигать их. Удачи вам! Успехов покорения новых вершин в освоении Суморовской наукной победы. Самые добрые дела! Ребята выполнили это напутствие как приказ. Суворовцы, нахимовцы и кадеты проявили незаурядные творческие способности, представляя свои учебные заведения. Ярко и вдохновенно рассказали они об училищах и городах, в которых те расположены. Конкурс стал не менее серьезным испытанием и для жюри. Решение принять было крайне непросто. Но в итоге места распределились так. На первой и третьей строчке суворовцы и кадеты из города на Неве, вторыми стали воспитанники СВУ Уссурийска. Суворовцы из Санкт-Петербурга доказали, что они лучшие не только на сцене, но и на плацу. Их земляки из кадетского военного корпуса поднялись на второе место. Третье место уверенно заняли воспитанники Казанского СВУ. Субтитры создавал DimaTorzok Это многоуровневые состязания. В программу входят кросс, спортивное ориентирование и преодоление десяти рубежей. На пяти рубежах необходимо ответить на теоретические вопросы по истории России и воинским традициям. А на пяти — показать свои навыки в пулевой стрельбе, транспортировке раненого, надевание специальной защитной одежды и противогаза, а также в упражнении «Порывку гири». Тройка призёров выглядит так же, как в предыдущем конкурсе. Суворовское военное училище, Санкт-Петербург. Кадетский военный корпус, Санкт-Петербург. Суворовское военное училище, Казань. «Один за всех и все за того!» Интеллект и кругозор — неотъемлемая часть профессии боевого командира. И здесь развернулись не менее жаркие баталии, чем на полигоне. Победили те, кто в тельняшках. Первое место — интеллектуалы из Нахимовского военно-морского училища «Санкт-Петербург». Второе место — Суворовское военное училище «Санкт-Петербург». Замыкают тройку лидеров кадеты из Оренбургского президентского училища. «Один за всех и все за того!» Два километра настоящих боевых препятствий — с огнём, дымом и бронетехникой. Наилучшую физическую подготовку и командный дух продемонстрировали суворовцы из Казани. Вместе с ними на пьедестал поднялись воспитанники Екатеринбургского и Уссурийского училища. 6 июня 2019 года жюри международных открытых кадетских игр, проходивших на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот», огласила своё решение. Победителем игр названа команда Санкт-Петербургского Суворовского военного училища. На втором месте — команда Минского Суворовского военного училища. Третью строчку турнирной таблицы заняли воспитанники военно-спортивного лицея имени Монте-Милканяна, город Дилижан. Награждая призёров, министр обороны Армении Давид Танаян выразил надежду, что успехи будут сопровождать победителей и участников игр на протяжении всей жизни. От всего сердца хочу поздравить вас с окончанием первых международных кадетских игр. «Вы будущие генералы, будущие учёные, врачи, педагоги, министры», — сказал он. «Желаю, чтобы приобретённый здесь опыт стал для вас той звездой, которая позволит вам быть лучше, чем мы». Статсекретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков и министр обороны Армении Давид Танаян торжественно вручили Суворовцам из Санкт-Петербурга кубок победителя игр. «Ещё раз поздравляю вас с завершением первых международных кадетских игр. Желаю всем вам здоровья, успехов в учёте, успехов в спорте, благополучия вам. Простите хорошими, простите достойными, а мы будем вместе с вами». Субтитры создавал DimaTorzok